Это был 2011 год. Я работал в Севастополе на подстанции, прогуливаясь вечерком с друзьями, мы встретили бездомного, который был в полном отчаянии из-за отсутствия работы и проблем с жильем. На первый взгляд мне показалось, что этот человек вполне адекватный, и человеческая искренняя помощь в этот момент ему будет очень кстати. Но как сильно я ошибался, ведь когда я протянул ему руку помощи, понял, что это далеко не тот человек, который этого заслуживает. Мало того, то, как ловко он кинул меня на деньги и доверие, заслуживает повествование, чтобы вы впредь, прежде чем тратить на подобных персонажей свое время и средства, были готовы к худшему развитию событий. Всем привет, друзья, с вами Ростян, давненько я не рассказывал истории жизни, знаю, что подавляющее большинство из вас подписалось на этот канал именно из-за истории, да и сам я иногда пересматривая свои ролики, вникаю в некую мораль, заложенную не только для вас, но и для самого себя. Если вам не трудно, напишите в комментариях, на каком конкретном ролике вы нашли мой канал на просторах ютуба, ну и когда подписались. Это будет, так сказать, первый ролик, где мы проверим ваш срок на этом канале. Не поленитесь, конечно же, поставить лайк, поделиться видосом с друзьями, а мы начинаем. Работая на подстанции, компания предоставляла нам жилье, питание и более-менее сносные условия для пребывания в командировке. Для меня это был первый опыт работы электромонтажником, и благо, что мой одноклассник Саня, с которым мы ездили в Чернобыль, кстати, замолвил за меня словцо начальству, и меня без опыта работы взяли на стажировку, и после отправили в командировку в Севастополь. Изначально мы планировали ехать вместе, но Саню отправили в Швейцарию, а я уехал в другой конец страны. Работенка шла успешно, зарабатывали мы достаточно, и для меня, в первую очередь, это была интересная работа. Ведь уехал я в начале лета и работал аж до поздней осени, пока начальство не кинуло нас на ползарплаты. Осенью график был не совсем напряженный, и я со своими друганами, Саней и Васей, по вечерам могли выйти на прогулочку, бахнуть пивка и пообщаться вне работы. И как-то вечером мы прогуливались вдоль дороги по Остряково и увидели на лавочке бездомного, который, скрутившись в калач, пытался согреться в тот не совсем теплый осенний вечер. Мы решили подойти поинтересоваться, что же случилось. Возможно, мужику нужна была помощь, и то, что он нам рассказал, повергло нас в шок. По его словам, он в прошлом тоже электромонтажник со стажем, который понимал специфику работы на линии. Описывал объекты, на которых работал, и его история была весьма правдоподобной. Но в итоге, по инвалидности, он не смог зарабатывать себе на жизнь, как обычно. Его бросила жена, ушли дети, забрав при этом жилье, и вот он, теперь уже несколько лет скитается по улицам города. Жалко было мужика в таком-то положении. Многие люди в таких случаях и вовсе бездействуют, но я решил поступить иначе. Несмотря на то, что мужик был чутка убуханный, я купил ему хавчика и решил все-таки хоть как-то помочь бедолаге. Конечно, его вид вызывал сомнение, и вероятность, что его возьмут на работу к нам, даже каким-то разнорабочим, была крайне мала, даже несмотря на то, что я смогу замолвить за него словцо. Пацаны в тот же вечер говорили мне, Ростик, ты чё ебнутый, какая работа, ты посмотри на этого жёлудя. Да это же бухарь 80-го левела со стажем, да хрен он работать будет, не распинайся ты так. Ну, чтобы ручаться за какого-то гуся перед руководством, не лучшая затея. Но я, как наивный дурачок, веруя в человеческую благородность, всё-таки решил ему помочь, в десятый раз спрашивая, правда ли то, о чём он рассказывал нам всё это время. Заканчивая диалог с бездомным, я предложил ему дать нормальную одежду утром и немного денег на первое время для старта, при условии, если он придёт утром на работу, который возил нас на подстанцию. Но он попросил немного денег, чтобы дотянуть до утра и на проезд. Я наивно вручил ему несколько купюр на первые потребности и отправился с пацанами домой, потому что на следующий день нам нужно было на работу. И пока мы шли, пацаны угорали с меня всю дорогу от того, какой же я лошара. Но я всё равно поверил мужику, несмотря на то, что от этих нескольких рублей, в которых я сотворил некое добро, многое не потерял. Утром мы вышли на автобус, но мужик так и не пришёл. Пацаны ещё пару дней угорали с моего фейла, а я с помощью небольшого количества денег проверил мужика на вживости, и как оказалось, пацаны были правы. Прошло несколько недель, я уже собирался домой, и перед отъездом мне нужно было поехать на вокзал, чтобы заранее купить билеты на поезд. И недалеко от жидовокзала, выйдя с маршруточки, я увидел этого самого персонажа, который искренне рассказывал мне несколько недель назад, что хочет изменить свою житуху и пойти работать. Сидел он возле дороги забуханный и попрошайничал типа на билет. А на самом деле это была типичная сволочь, которая просрала свою жизнь благодаря олене и чрезмерному количеству алкоголя. И по всей видимости он не собирался ничего менять в своей жизни, ведь есть более выгодная позиция сидеть и попрошайничать деньжата у прохожих, чтобы абсолютно ничего не делать. И скорее всего ему этого хватало, как на выпивку, так и на пожрать. А я уже в который раз убедился в том, что бездомные не всегда являются жертвами обстоятельств. Они всего лишь типичные паразиты, которые ищут самые простые решения удовлетворить свои потребности, заложниками которых они являются, и не важно, что это будет наглая ложь или попрошайничество. Потому из-за таких мудаков у меня крайне редко возникает желание протянуть купюру попрошайке, несмотря на его инвалидность или другие физиологические проблемы. Ну, вы знаете, среди моих зрителей также есть люди и с инвалидностью. Но несмотря на это, они даже в самом элементарном не просят помощи и всего добиваются сами. Один из них – Колян, который, несмотря на трудности и большие проблемы со здоровьем, не сломился. Таких людей единицы, и мне искренне хочется помочь ему поддержкой со стороны зрителя. И я буду благодарен, если вы перейдете по ссылке в описании и подпишитесь на его канал. Вы знаете меня. Я делаю это искренне, потому и от вас хочу того же. Сделаю это, если посчитаешь нужным, а не потому, что я сказал. Ну, а мораль этой истории такова. Несмотря на то, что в помощи людям в нелегком положении я не раз получал граблями по лбу, несмотря ни на что, я считаю, останавливаться нельзя. За всю историю моего канала не буду преуменьшать, мы с вами помогли многим. Реально многим. А в мою сторону в плане поддержки мало кто протягивал руку помощи. И на вопрос, как ты поднимал свой канал, я отвечу. Только благодаря вам, зрителям, роликам, которые я делаю, и морали, которая есть в некоторых из моих видосов. На этом канале сконцентрирована именно та аудитория, о которой я всегда мечтал. Те люди, которые близки со мной по духу, взглядам и предпочтениям. И несмотря ни на что, мы достигли 600 тысяч подписчиков. И этот результат не мое, а наше с вами достижение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова